Музыка Скажем Богу нашему славу, братья и сестры! Что Он дал нам эту возможность? Мы можем слышать Слово Божие, от которого каждый из нас получает утешение или обличение, назидание, наставление. Все это к нашему спасению. И пусть Господь благословит каждого из нас, прежде нежели что у меня есть на сердце, я хочу зачесть одно из мест Священного Писания. Это будет Откровение, 21 глава, 4 стиха. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сискиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот эти стихи, дорогие друзья, они показывают нам, что мы ещё в пространстве времени, что мы ещё идём пред Господом на пути, что мы испытываем в той или иной мере скорби, переживания, и они побуждают нас вопиять Господу нашему каждого в разное время, но Слово Божье говорит, что так не будет всегда, наступит момент, когда избранные его будут с ним. И если посмотреть на эти обетования, друзья, с чего начинается всё в жизни человека, чтобы попасть туда, то, конечно, все мы понимаем, оно начинается с того, что человек вступает в завет с Господом, человек получает обетование, и неделю назад наши дети вступали в завет с Господом, это очень приятное, я думаю, событие, особенно для родителей, да и для самого молодого поколения, я думаю, что это незабываемое, такое торжественное, радостное событие в жизни человека, потому что, я думаю, каждый из нас, когда мы видим очередной раз подобное, я думаю, я думаю, что все мы, независимо от возраста, возвращаемся мысленно и в своё время, и в своё время, и как бы сказать этим мы вспоминаем очередной раз то, что какую милость даровал нам Господь. Конечно, молодое поколение, может быть, сегодня, оно не так, может быть, я говорю не так, пусть не будет им обидно, но моё мнение, не так осознают это, как было тогда, когда мы жили в той стране, но приятно есть то, что время, в котором мы живём, всё же души обращаются к Господу. Вы знаете, все мы понимаем, насколько это важно в жизни своей, чтобы, заключив завет с Господом, сохранить сердце своё для Господа. Все мы это понимаем, потому что даже в то время, когда был Иисус Христос, обратите внимание, учение, которое принёс наш Спаситель, оно задало много вопросов тем людям, которые были с детства верующие, которые знали прекрасно Писание, которые знали прекрасно Тору, но что значит рождение свыше? Оно было сокрыто. Оно было сокрыто. И вы знаете, прекрасно это место, беседа Иисуса Христа с Никодимом, как человек, может, будучи стар, ещё раз войти в трубу матери, своей родиться, как это может быть. Мы знаем всё это, конечно, Господь объясняет, но, друзья мои, я хочу обратить также внимание на одно из мест Священного Писания, это будет место, чтобы не открывать, я его взял сюда на заметку. Это будет Матфея, 11 глава, 12 стих. Пожалуйста, врать, если есть возможность, высветите его. Друзья мои, думаем ли мы, почему вот эти слова, которые сказаны были, почему в них есть то, что одни Иоанна Крестителя. Казалось бы, всегда человеку трудно было спасаться. Мы знаем, Израиль много терпел за то, что не хотели оскверняться от пищи. По многим причинам мы знаем, что во все времена, во все времена и до Христа, и после Христа особенно, было тяжело народу Божьему. Но почему одни Иоанна Крестителя, Царство Небесное усилием берется? Вот задумывались ли мы? Конечно, я думаю, что каждый из нас, когда читал это место, ну, написано так, да и написано. Но вы знаете, есть то, почему это написано так. Есть причина, почему одни Иоанна Крестителя. Мы знаем, что по тому времени, когда народ еще жил до Христа, люди должны были прийти в храм, прийти три раза в году поклониться Господу, но со дни Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель прошел и стал учить, что идет за мною сильнейший меня, которого я наклонившись, у которого я наклонившись, не достоин развязать ремень обуви его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и оно чистит гумна свое. Друзья мои, и эта гумна – это наши сердца. Это есть то, куда Господь, наш Спаситель, послал Духа Святого. Это есть поле брани, твое и мое сердце, разум наш. Это есть поле брани. Это есть тот фронт, который проходит там, в глубине сердца нашего, который порой иногда не видим другим людям. И вот то, когда Иоанн Креститель пришел и стал проповедовать, покайтесь. Смотрите, люди, которые знали хорошо закон, независимые шли и многие другие каяться, которые Христос сказал, что они будут первее вас. Но шли все каяться. Почему? Потому что происходило нечто, чего не было прежде. Обетования должны были исполниться на народе своем. Вот Петр говорит в Первом Послании, как от божественной силы его даровано все подребное для жизни и для благочестия. Да, мы сегодня это приняли. Но, друзья мои, мы должны понять, так ли каждый из нас, дабы испытывает каждый из себя, друзья мои, дозаботимся ли мы так о том, что мы приняли. Особенно я хочу обратить внимание, все мы получили начаток Духа Святого. Все, каждый из нас. И вот то, что важно, друзья, для нас, для каждого из нас сегодня, в каком состоянии этот начаток Духа Святого. Вы знаете, что, особенно кто жил в тех местах, где был аграрный сектор, где люди, как бы сказать, имели доступ в виде до того, когда обрабатываются поле, большие участки, с большими территориями. И вы знаете, что существует технология, потому что сердце человека Христос уподобляет, и Писание уподобляет земле. Читаем мы, когда, смотрите, вот Кагалат, Евреям, 6 глава, земля пившая, многократно сходящая на нее дождь, для чего она и полезна. И там описывается. Есть другие места, когда Христос говорил о сеятеле. И мы видим, что все это касаемо наших, моего и твоего, брата и сестра, сердца. И как это семя глубоко падает, и на какую почву оно падает. И что если земля не глубока, а семя есть, что бывает. И это, друзья, зависит от того, как семя упало, и как будет, принесет ли плод для моего и твоего спасения. Друзья, мой Бог со своей стороны сделал все. Зависит от тебя и меня. От того, как мы ходим пред Богом, как мы смиряемся пред Ним. Вы знаете, я хочу порадоваться за свидетельством то, что мое дитя, последняя дочь, приняла духовное крещение, получила духовное крещение несколько времени назад. Может быть, неделя, может быть, чуть больше. Но я хочу просто показать этим примером один момент. Я думаю, что в этом многие из нас, многие из нас, примерно в таком состоянии поиска, когда особенно человек готовится к духовному крещению, это есть. И вот помню, что несколько месяцев назад она мне говорила, папа, что она хотела бы получить духовное крещение. И слышу, и жена мне говорит об этом. Но я говорю, будем молиться, будем молиться, и Господь крестит тебя Духом Святым. И вот, когда однажды из детсбратьев здесь кто-то, я не помню, она называла по имени, я сейчас уже не помню, по-моему, наверное, Александр, когда на молодежном призвал к благословению, что кто хочет, чтобы помолились, или благословили, и может быть, что-то не точное, я говорю, пусть меня простят. Но потому что это уже с первых или со вторых уст мне рассказывают. И вот ребенок мой так же вышел, и она говорит в сердце своем, Господи, когда стали молиться, ты знаешь мое желание, что я хочу, чтобы ты крестил меня Духом Святым. Что ценно в этом? Что есть запрос, есть жажда к Богу. И я хочу сказать, что в нашей жизни, мы к этому все шли в свое время, это жажда была. И вот встали, когда на колени, она говорит, я потом почувствовала, что я не могу молиться и на английском языке, и не могу молиться на своем языке, но молюсь, не понимая, о чем я молюсь, и что я говорю. Но тем не менее, когда встал с колен, приедет домой, она говорит, я думала, что соберется общество, будем молиться за меня. Я ждала это совсем по-другому. А вот произошло вот так. И на молитве она сказала, прежде нежели произошло, Господи, ты видишь мое сердце, если оно готово, крести меня Духом Святым. И вот этот момент, если оно готово, я хотел бы сейчас перенести не на вопрос крещения Духа Святого, крещения Духом Святым, а на все другие аспекты и моменты нашей жизни. Я хотел бы возбудить в каждом из нас смысл того, как я, как каждый из нас, мы ходим пред Богом. Обратите внимание, братья и сестры, когда каждый из нас, возвратимся много времени, лет, возможно, назад, может, десятков лет, когда каждый из нас, подобно как сегодня молодежь, это делает или уже сделал неделю назад, у них был запрос к Богу. Конечно, каждый по-разному подходил, насколько кто понимал, кто более искренне, кто менее искренне, кто более чище, Бог один знает. Это мы уже более взрослые люди так рассуждаем. Но я хочу сказать то, что был запрос к Богу. Каждый приготовлял себя то ли к водному крещению, то ли к духовному крещению, и это с нами происходило. И смотрите, Бог удовлетворяет наши просьбы. Друзья мои, но проходит время, человек успокаивается. И задаешься вопросом, почему нет, после того, когда человек получил духовное и водное крещение, особенно духовное крещение, почему нет запроса к Духу Святому, что делать сердцу моему дальше? Почему мы об этом не проповедуем, братья и сестры? Почему мы об этом не говорим, что делать мне, Господи, дальше? Ведь Дух Святой ведет. Да, то, что служителя проповедуют, то, что проповедуют старшие братья, кто бы то ни выходил проповедовать. Друзья мои, это правильно, об этом мы напоминаем из Священного Писания. Но поверьте, все мы знаем себя. Если вспомнить те моменты, когда в нашей жизни Господь, каждому из нас, были моменты, когда был особо близок. Я знаю, что были. И что из этого ценно, все мы знаем, цена этому очень велика. Это радость, это умиление с сокрушением, это есть нечто подобное, что можно назвать нетленным богатством для спасения души Твоей и моей. Бог дает это прочувствовать. Друзья мои, и что я хочу сказать? И это со временем, через года, оно остывает, оно забывает, забывается об этом. Приходят какие-то заботы, какие-то интересы, мировоззрения, взгляды, потребности жизни. Мы вовлекаемые в жизнь, друзья мои, чрезмерно заботимся. А семя, брошенное в сердце, Твое и мое, оно лежит. Но вы знаете, Божье семя, в отличие от человеческого семени, я хочу сказать, слава Богу за это, что оно хотя и лежит, но когда человек возревнует о нем, оно не пропало. Вы знаете, что все, любое семя, любое семя, которое лежит в земле, оно пропадает. Мы знаем об этом? Любое семя, которое лежит в земле, оно пропадает. И особенно, из благородных культур, оно полежит какое-то время, нет влаги, оно пропадает. Оно спривает и пропадает. Почему, допустим, взять семя сорняка, опять же, почему с ним много человек борется? А вы знаете, что в ДНК этого любого сорняка заложено так, что этот сорняк, один зайдет, эта семечка, зайдет в этом году весной, в этом году среди летов зайдет, когда прокультивируют его, возможно, снова срежут, потом осенью зайдет, а потом, то есть семя сорняка, есть вид сортов, которые до пяти, до шести лет, семя сорняка, лежат в земле и не пропадают. Знаем ли мы об этом? Но семя Божье в душе человека, друзья мои, хотя мы его и оставляем, хотя и заботы житейские поглощают нас, хотя и многие другие причины поглощают нас, друзья мои, я веду к чему свою мысль, что то утешение и радость, которое дал Господь каждому из нас в свое время, как сегодня, это имеют молодые люди. Друзья мои, мы оставляем, мы увлекаем их жизнью. Это плохо. Это плохо. Должно бы каждому из нас задаваться вопросом, Господи, независимо от возраста, и все мы знаем, что Дух Святой учит независимо от возраста, и все мы знаем, что требования Писания независимы от возраста. Я вот читал, о целомудрой написано, как пожилым людям, так и молодым людям. Что такое целомудрое, сегодня нет нужды объяснять. То есть это показывает, что Слово Божье, оно способно для спасения приготовлять Твое и Мое сердце, только бы был запрос. Только бы был пред Господом вопрос, Господи, что делать мне? Я не думаю, что все мы думаем о том, что человек, получив начаток Духа, заговорив на иных языках, что он уже спасен, и его Господь в любое время способен принять. Так Слово Божье не говорит. Что мы спасены в надежде при этих обетованиях, да. Так. Но то, что еще при этих обетованиях, которые мы получили, должно много в себе менять, и это может изменить только Господь Сам посредством Духа Святого. Я думаю, мы тоже об этом знаем. И вопрос, позволяю ли я, или позволяешь ли ты, и задаешься ли ты вопросом, после, я повторяюсь уже, может быть, третий раз, после духовного крещения, независимо, сколько лет прошло. Господи, что дальше в душе моей? От чего освобождаться? Что есть преградой на пути моем и твоем? Почему, может быть, много лет, или, может быть, много недель, или дней, разницы нету, но много времени прошло с того момента, когда ты проговорил сердцу моему? Друзья мои, мы надеемся, что начаток Духа, он возрастет в нас, но задаю себя вопросом, а как, если я об этом не буду заботиться? Если каждый из нас не будет слышать из этого места, где я сейчас стою, как возрасти во спасение? Смотрите, ребенок рождается в жизнь. Сколько заботы родительской над ним, и днем, и ночью? Друзья мои, Бог есть Дух, и все мы понимаем. И мы, то, ради чего Он прошел на сию землю, я думаю, что все мы понимаем. Для того, чтобы дать нам надежду в Иисусе Христе, через Его учение, и послав начаток Духа в сердце каждого из нас, надежда состоит в том, что семя, брошенное в твое и мое сердце, в разное время, оно произрастет, оно не пропадет, оно не заглушится заботами с житейскими, оно не заглушится никакими пороками. Не должно этому быть, и все мы знаем, друзья мои. И вот про те случаи, когда очень часто бывает в нашей жизни, когда какие-то из перечисленных, или мною, или не перечисленных причин, а их очень много, они тормозят мое духовное развитие. Очень многие люди думают, духовное развитие – это исследовать, где что написано в Писании, знать места Писаний, знать значение слов, перевода – это хорошо. Это обогащает человека, но это не есть духовное развитие. Духовное развитие – это то, когда Бог ведет и в жизни человека подсказывает ему, говорит к совести его, говорит, может быть, пророческим словом, говорит, есть то, что написано в Священном Писании, о чем знали отцы наши, и о чем знали деды наши, и отчасти знаем мы. Да, быть может, многих людей смущает то, до чего довели дарование, или там что-либо другое. Дарование Божье, они доведут только до спасения. А непослушание и необузданное человеческое сердце в таком состоянии, когда просит дарование – вот это проблема. Но когда в нашей жизни мы начинаем со смирения пред Богом нашим, и когда Господь говорит, тебе или мне, возьми, читай слово, ложится на сердце, бери, читай слово, а человек молодой, или независимый от возраста, говорит, да, нет, я займусь чем-то своим. И извини, и если это изо дня в день, я занимаюсь чем-то своим, а Дух Святой побуждает меня, ложит на сердце мое, беспокоит меня, а я это заглушаю. О каком спасении идет речь? Спасется ли такой человек? Вы знаете, вопрос большой. Да даст Господь милость каждому из нас, имея эти обетования, которые мы приняли сегодня. Как я обратил внимание в начале своих слов, когда каждый из нас, мы жаждали пред Богом нашим, Господи, хочу быть крещеным Духом Святым, хочу, ибо вижу это в старших своих, вижу это в родителей, в старших братьев или сестричек, вижу это в церкви, и я этого хочу. Но нужно дальше понимать ответственность, которую человек принимает со своей стороны, это благословение. Что нужно создать условия, подобно доброй земле, которая спахана на достаточную глубину, которая взрыхлена, которая в свое время была вспахана, и чтобы это семя, которое сеет человек, бросая в землю, чтобы оно возросло и принесло в свое время. Потому что бывает семя брошено, но уже поздно, день короткий, и оно не принесет осенью своего плода. Поэтому, поскольку мы молоды, да сохранит нас, особенно молодое поколение, да сохранит Господь молодое поколение от той мысли, кто еще в завете или кто не в завете, разницы нету, я еще поживу для себя. Я еще поживу, я сделаю то или другое, о чем совесть говорит, не делай этого. А вступлю в завет с Господом, Господь простит меня. Чтобы от этой мысли молодое поколение сохранило себя, это дьявольская мысль. Господь, возможно, простит такого человека, но вину будешь нести всю жизнь. Но вину будешь нести всю жизнь, потому что всякий грех, который делается осознанно, независимо, в завете ты или не в завете, он, за этот грех, человек, понесет наказание. И никакое водное, никакое духовное не поможет тебе. Как важно в нашей жизни хранить поле сердца своего от всякого осквернения мыслей. Это есть залог того, потому что каждому человеку дано право в сердце свое или принять, или отторгнуть ту или иную мысль, которая повредит разуму человека. А если оно повредило разуму, человек соблазнился, пошел на эту мысль, он, естественно, это сделает. Но сатана не говорит другое, если он посылает эту мысль, что ты будешь за это платить рано или поздно. Может быть, это ты будешь лично платить со своей жизни, со своего кармана, а может быть, это будут платить дети твои за твои грехи. Сатана об этом не говорит, а Слово Божие говорит так. Поэтому, друзья мои, имея эти обетования, о которых мы знаем, имея благословение, которое Господь дал каждому из нас и нашим детям, будем мы просить Господа нашего, чтобы Он укрепил в нас желание служить Ему. Служить не только, приходя на это место, но служить Ему повседневной жизни. И то, что и написано в Матфея, я читал, 11 глава, 12 стих, «О дни же Иоанна Крестителя, и от Царства Небесного усилием берется, и всякий употребляющий усилие восхищает Него». Усилие употребляет человек. Силу дает Господь. Но силу даст Господь в зависимости от того, насколько чист мой сосуд. И все мы это знаем. Все мы знаем, что когда приходим мы в свой дом и хотим покушать, мы не используем грязную посуду. Извините, моё не используем. Если есть чистое, мы берём, если нет чистой посуды, мы моем грязную, использованную посуду и стараемся туда вложить то, что нам хочется кушать. Друзья мои, не точно ли так Господь? И один момент, о котором каждый из нас должен знать. Когда мы приходим перед Господом и говорим, Господи, то есть человек в тайне сердца своего делает исповедание пред Богом. Он говорит человеку то, что есть на сердце, что гнетёт его. И мы должны отделять исповедание, то, что человек исповедует пред Богом, это ещё не освобождает человека от наклонности делать зло, в какой бы форме оно ни было. Оно не освобождает его от наклонности делать зло, от предрасположенности. А у каждого человека независимо от возраста она есть. И вот для того Господь послал начаток Духа в сердце на Твое и Мое, чтобы человек, когда начинал вот так, как я уже сказал, чтобы не повторяться, вопросом Господи, помоги Господи, запрос к Господу, помоги, крести. И человек не находит молодой брат или сестра иногда покоя, желает этого, искренно желает. А потом вдруг получив все желания почему-то пропадают. Так постой! Ты же ведь только вышел на делянку с души своей, на делянку сердца своего. Ведь Господь дал в Твое и в Мое сердце, Он только дал начаток Духа. И этот начаток нужно оберегать от моих плохих личностных качеств, которые, хочу сказать, не только иногда видны, но очень часто многие пороки человеческие, они не видны ближнему. То, чем живет Дух человека, мысли, какие мысли преобладают в человеческом сердце, очень часто они ближним не видны, мы только видим по делам. Человек ходил, ходил, потом вдруг раз, слышим, часто бывает так, попал в какой-то грех. А что мы думаем, это с ним случайно произошло? Да нет. Была добрая среда. Он этим жил. А когда пришел момент этому реализоваться греху, просто оно вот и сделало все. Но тайна, которую он носил в себе, она открыла свое время. И вот мы знаем, друзья мои, что о дне Иоанна Крестителя возвращаются в очередной раз, силой берется, потому что Господь, дав начаток Духа, хотит, чтобы мы возросли во спасение настолько, чтобы к концу своей жизни каждый из нас сказал, Господи, я готов, возьми меня. Я знаю Тебя, потому что в жизни своей я ни раз и ни два слышал голос Твой, когда Ты сохранял меня или предупреждал меня от опасности греха, когда в нужде скорби и переживанию Ты лично мне говорил и ни раз и ни два, когда многие труд, тяжести, жизни, которые я нес в семье своей, возможно, как отец или как мать и взывал к Тебе и Ты отвечал мне. И вот этим в трудные минуты жизни согревается сердце. Мы не можем сегодня оправдываться верою Авраама, верою Исаака и Иакова, верою апостолов. Да, но согревает в надежде, но не спасает. Спасает, братья, сестры, вера лично каждого из нас. А ее нужно умножить. А умножить ее может только Дух Святой. Я вспоминаю свой возраст, буду коротко уже, коротко расскажу свидетельство свое пережитого в жизни и будем молиться. Хотя я об этом уже и говорил не раз, я очень коротко скажу. В 83-м году, мне было 18 лет, имея духовное крещение, казалось бы, человек, я отвечаю, наперед скажу, я сегодня понимаю молодые сердца, почему они вступают в завет с Господом, почему они имея начаток Духа Святого уходят в мир. Я их понимаю. Нечто подобное в моей жизни было, я не упадал в грех, Бог свидетель, но нечто подобное до крайности я хочу поделиться, что было в сердце моем, я это выложу сейчас. И я их могу понять. Часто люди говорят, что человек принял водное духовное крещение, он возрожден уже свыше, он же духовный человек. Ничего подобного. Безусловно, из некоторыми это происходит. Это зависит от того, насколько сердце было готово, момент это все принять. И как до этого, сколько ты лет жил святой, праведно, и был послушан родителям, и когда вот исполняется это твоя жизнь, обетование Божьей, аминь, безусловно. Но таких не очень много, если говорить откровенно. И вот когда я в 18-летнем возрасте, имея начаток Духа, я ехал к служителю Крой Рог, город большой, около 130 километров в длину, было много пересадок, и у меня вот приходит мысль, только вышел со двора, Господи, знаешь ли, что я буду вступать в завет с Тобой? Знаешь ли, Господи? Одна мысль говорит, да надо верить, безусловно, Бог знает все. В родительском доме много я слышал, отец проповедовал. Вторая говорит, настаивает на своем, но знает ли Господь, что лично я буду сегодня вступать в завет с ним. И честно вам скажу, и закрадывалась мысль, и третья, а есть ли вообще Бог? Я его никак не прочувствовал. Я к стыду своему говорю, уже крещеный, имея начаток Духа, говоря на иных языках, до меня вкрадывалась мысль, а есть ли там, где-то в глубине сердца, а вообще есть ли Бог? Вы скажете, а как это может быть? А может быть? Я объясню, как? Очень просто. В большинстве своем молодой человек получает обетование по трудам других людей, по ходатайству других людей. Так или нет? Ну, друзья, помогите, так или не так? Большинство из нас мы получали в свое время Духа Святого по наставлению, по ходатайству, по молитвам других людей. И благодаря молитвам других людей не сходил Дух Святой на каждого из нас. Но молящийся, о ком молились, было ли их один, два, три или десять человек, они не были в должном состоянии, в большинстве своем. Точно так, как и я. И вот это то и заводит в тупик с одной стороны взрослых людей. Почему? Как человек получил духовное крещение? А тут уйдет такой образ жизни. Да потому что не его трудами он это приобрел. Вот вот это вся, весь ответ. Он очень прост. Подобно было со мной. Я приехал в дом служителя, пропадал у меня водное крещение и говорит, заводит в одну из комнат и говорит, приаш, отдохни. Конечно, сейчас уже, когда я зираюсь назад в то, что произошло тогда, я понимаю, почему он это настоял. Потому что Дух Святой всегда через служителей, он делает то, какие есть тайные запросы в душе молодого человека. Бог делает. Даже служители этого не понимают. Иногда и проповедуют, но Бог делает. И у меня этот был вопрос пред Богом, о котором я же вам сказал. Я ему говорю раз, его тоже брат Петр звали, я его говорю, брат Петро. Ну, в этот день я возвращался назад, было шесть или семь пересадок, нужно было успеть на последний автобус. Если у меня график сбивался, где я должен был сесть, если один автобус опоздал, естественно, все сбивается дальше. И я вот за это переживал. Я ему говорю, брат, ну, я почитаю, ему надо было на минут 10 отлучиться. Он говорит, я приду через минут 10, покушаешь и поедешь. И вот он заводит меня комнату, говорит, Прыляш, отдохни. Расправляет подушку, и так Прыляш, говорит. Я говорю, ну, 18 лет молодому человеку, ну, какой Прыляш, тем более мне путь назад. Ну, наверное, на второй или на третий раз, я его послушался, прилег, и вот прилег на эту подушку, и думаю, ну, сейчас он закроет эту дверь, эту дверь прикрыл, прикроет следующую, и я поднимусь. Ну, зачем мне лежать? Просто из-за уважения уже к пожилому, ну, к брату, я, естественно, послушался, но внутри у меня было другое. У меня другое было внутри. Мне как-то не влаживало. Зачем мне прилечь, просто вот отдохнуть тех 10 минут, если я могу почитать уже слово Божье? Я скажу, это был перст Божий. Это был перст Божий. Хочу сказать, обращаясь к молодым, когда служители говорят вам что-то делать, и вам не хочется, делайте. Делайте. Будь может быть, через это дело, Бог достучится в твое сердце. То, которое ты сделаешь. Хоть даже и с нежеланием. И вот, друзья мои, я лежу и жду, что дверь вторая закроется. Вы знаете, уже она не закрылась для меня. В свое время меня делали операцию, аппендицит, и я, ну, вводили наркоз. Я это понимаю, когда человек как бы теряет сознание, отключается, и потом врачи приступают к операции. Когда человек теряет чувство. Я это помню хорошо, как делали, но, и вот я к чему говорю это о всем, почему я стал говорить сейчас о операции. То состояние, когда я прилег на постель, слушая, когда закроется вторая дверь, она не закрылась, я не знаю, как это произошло. И вот то, что Господь показал мне это откровение, я не буду его содержание говорить, оно состояло с двух частей. Пожалуй, наверное, второе скажу о нем. То, что мне Господь показал, и второе содержание его, я позже немножко скажу, и было бы после этого, как Господь показал мне все, что должно, был это глубокий вдох или выдох, я не знаю, друзья мои. Но я возвратился в тело, дух мой возвратился в тело, я поднялся, я как-то посмотрел, посмотрел по сторонам, думаю, что происходит. Я не понял сразу, как это может, что вообще происходит, где я нахожусь. И когда вот эта реакция, как бы сказать, оценить, где я нахожусь, а уста мои говорят, а что мне было? И вот опять передо мной все это подробно, то, что Господь сказал. И вот вторая часть, когда я стал, вторая часть откровения, когда я стал осмысливать по деталям все это, потому что вторая часть было очень много деталей откровения этого, рука впереди вот по разуму, как в сердце, раз и стирает все. Остается только одно, 83-й год, связанное с выездами. То, что я осмысливал все это, только одно остается, связанное с выездами. Не знал я, лично мой выезд, всего общества выезд, куда, что оно было отнято. Но что я хочу сказать? Если я ехал в дом, как бы служителя, принимая все, о чем я вам сказал, чтобы не повторяться, за недостатком времени, то, выезжая с дома служителя, друзья, я понял, кто за меня распялся. Я осознал всем своим сердцем. И я хочу сказать, сегодня обращаясь к молодому поколению, получив начаток духа, не останавливайся. Вы многие получили по трудам других людей. Труда вашего не было. Молитесь и говорите Господу Божию, откройся мне больше. Как мы это слышим, было с другими людьми. Не вы сегодня идете этим путем, трудным и тернистым, и не, как бы сказать, не вы первые, которые испытываете давление мира сегодня, хотя оно больше, чем наше поколение. Я это понимаю и сознаю. Но борьбу внутреннюю не вы, дети, ведете первыми. До вас уже люди шли. И я хочу сказать, что жив Господь, и там, где душа ищет Господа, там, где, независимо, в какой проблеме человек находится, если он ищет Господа в тайне сердца своего, я хочу сказать, Бог, знающий тайное, и Он воздает человеку. Аминь. Поэтому да благословит Господь каждого из нас, чтобы мы, обращаясь к Нему, и особенно наше молодое поколение, и мы, отцы, заботились о том, чтобы учить детей, взывай к Богу, и говори в сердце своем, Господи, Ты дал мне это, помоги мне очищаться. Говори к совести моей, говори, каким образом найдешь достучаться к сердцу моему, говори, только не болезнью и скорбью, но говори. Поэтому, склоняя наше колено, будем взывать к Нему, воздадим Ему славу за милость и благо. Аминь. Будем молиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова